Привет, друзья! Видите, чайник кипит, пар выпускает. Так и человек должен, когда он нервничает, пар выпускать. Но одни выпускают пар творчеством. Например, я рисую, 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 так рисую, прямо отвлекаясь от всего. И потом у меня такое хорошее состояние пар выпустил. А другой выпускает пар, накричит на кого-то или ещё что-то сделает. А вот сейчас мне очень много пишут, у меня же там люди, которые страдают разными нарушениями. И душевными, и физическими. Но вот сейчас начались такие вопросы. Кожные болезни. Кожные болезни – это один вопрос. Там крапивницы бывают, потом бывают всякие мацерации. У меня тоже были мацерации в детстве. Я до пятого класса с ума сходил. И кожа, вся рука была покрышена такими трещинками. Типа экзем или нейродерматита, или ещё чего-то. Даже йог меня один научил писать на руки. Там уринотерапия развивалась и так далее. Много чего было на моём веку. Вот этот вопрос – кожные дела. Потом вопрос – живот. Очень многие люди животом страдают. У кого-то метеоризм, у кого-то там дела такие, что он постоянно пьёт слабительный, и умирает от этого просто невозможно. А я-то как детектор, у меня же шея перерезанная, операция тяжёлая, вы знаете. И кроме этого титан там стоит. И поэтому все рефлексы у меня нарушены. Естественно, и живот страдал, и так далее. Так вот, по первому вопросу – кожные. Йога, медитации – всё мне не помогало тогда. И вот я тогда просто случайно, случайно, три дня подряд сахар не клал в чай. А так я всегда пил чай и три ложки не меньше. Понимаете, в чём дело? Три дня не клал, и вдруг на следующий день, через три дня, неожиданно для себя. Неожиданно. Руки чистые. А то у меня и подбородок покрывался, и пятна всякие появлялись. Слушайте, сахар не кладите. Ну, второе, значит, живот. Ну, пожалуйста. Я же тоже взрослый человек уже, поэтому идти мне подробности. Я же как детектор. На мне всё прошлось, и все времена, и все опыты, йоги, и всякие другие методы. Слушайте, я очень любил шоколад. И шоколад мне присылают мои друзья, там, где сахара нету, там, где прямо 80-90% чистого шоколада. Да, и хлеб, естественно, я любил. Так вот, у меня, как только я перестал есть шоколад и хлеб, перестал есть, сразу всё наладилось. Друзья, ну, это так оказывается необыкновенно, когда живот нормально работает. Не ешьте шоколад, не ешьте хлеб. Ну, хлеб это вообще, ну, шоколад это вообще оказывается. Хотя у меня было 80 градусов, там, чистого какао. Да. К сожалению, к сожалению, так происходит почему-то, но от питания многое зависит. Поэтому я Хайролину нашему, Фариту, большую сердечную благодарность, который сидит на кетоновой диете, который ест мясо, сколько он хочет, но не ест, наверное, хлеб и шоколад. Поэтому он такой плечистый, такой могучий, 5 километров в день плавает, прекрасные занятия проводит там со своими клиентами, пациентами по психотерапии, отвязывает их от всяких зависимостей. Большую благодарность. Я вам не рекомендую всем сидеть на мясной диете, но я предлагаю вам с этим примером кетоновой диете задуматься. О том, что надо вам, если вы хотите понять, а что же вам мешает чувствовать себя здоровым. Ну вот, то 2 литра воды рекомендовали пить, все мы все стали повально пить, акации, у кого внутричепное давление высокое, не очень это хорошо, вообще даже плохо. Слушайте, у нас есть ликбезы. Бесплатные, вход свободный. И там зум, и там заходите в зум, и задаете свой вопрос, и я даю вам там ответы развернутые. И сегодня я объявление сделал о том, что будут завтра в 20 часов зум, ликбез, зум там прикрепляется в ютубе к ликбезу. На ютуб канал подпишитесь, чтобы все время новое получать. И там эти вопросы, и там эти ответы. И как восстанавливать силы и вдохновение для творчества. Для творчества. Это очень важно. Потому что, когда вы находите у себя любимое дело, занимаетесь творчеством во всем ни почем, потому что вы тогда, как этот чайник пар, выпускаете в созидании, а не в том, что просто с кем-то ругаетесь, конфликтуете. Это два разных способа выпустить пар. Но завтра мы об этом поговорим. 20 часов. До встречи, друзья.